Привет, мои дорогие друзья, с вами Вика. Вы у меня на канале про стильные находки с Алиэкспресс. Очень рада вас всех здесь сегодня приветствовать. Мы снова распаковываем посылки, смотрим на то, что же я заказывала этим осенним сезоном для того, чтобы получить это сейчас и продемонстрировать вам. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Обязательно проверьте подписку на мой канал, если все еще не подписаны. Нажмите на эту кнопочку, вам будет очень полезно, потому что впереди у нас распродажи 11.11, множество различных акций от Алиэкспресса. И, конечно же, мы будем обновлять свой зимний гардероб с выгодой, с максимальной выгодой. Обо всем я буду рассказывать и у себя на YouTube-канале, и в Telegram-канале Alivizron, так что туда вы можете тоже подписаться, там еще больше обзоров. Ставьте лайк перед просмотром, давайте будем начинать. Начинаю с бюджетных позиций. Это фабричный магазин, и здесь мы посмотрим топ. Он у меня в розовом цвете, но расцветки есть разные. Простой трикотажный топ, который стоил на момент моего заказа 700 рублей. Я уверена, что впереди будет множество распродаж, и можно будет еще даже больше сэкономить и взять его даже дешевле. И здесь в составе 68 вискоза, 39,2 полиамид, так что это хороший состав. По размеру S, вижу, что не маломерец, размером я явно не ошиблась, но если вдруг что-то в момент примерки у меня будет тянуть. Бывает, что вот здесь пройма не очень глубокая, так как на Ростовку шьют все-таки китайские бренды чуть пониже, чем европейская, если так правильно выразиться. Ну, я думаю, что вы все меня поняли. Иногда бывает, что пройма тянет, и некомфортно в этом моменте, поэтому это очень важно. Я примерю, конечно же, вам сообщу. Мне нравится то, что он тянется, мне нравится то, что хорошая полноценная длина, будет удобно, и заправить внутрь он не очень плотный, поэтому не будет здесь какого-то дополнительного объема создаваться. В общем, это такая базовая вещь, которую вы надеваете под что-то. Под жакет шерстяной, например, под какой-то кардиган более плотный, под бомбер буклей, если вы продолжаете носить эти бомберы в качестве верхней одежды, под какую-то другую верхнюю одежду, почему бы и нет, так тоже можно. Я взяла розовый самый яркий, но базовые расцветки тоже есть, светлые и темные. Еще один топ, этот был чуть подороже из этого же магазина. Он у меня уже почему-то в МКе, так что посмотрим на разные размеры. Здесь есть бирки, есть инструкция, как ухаживать за этой вещью. Он был в районе 1500 рублей, может быть, чуть поменьше 1300-1400. Здесь есть бирочка вот такая Делук, 68 вискоза, 39,2 полиамид, точно такой же состав, но при этом он поплотнее. Этот топ потолще, здесь уже вязкая, вот такая врубчик, высокое горло, то есть топ водолазка тоже удобный для того, чтобы надевать его под какой-то жакет. Плотный, шерстяной или обычно из костюмной ткани, в бежевом, в коричневом, в черном цвете, в общем, абсолютно подо все. Но здесь расцветок было поменьше, по-моему, только две. Вот такой коричневый и то ли какой-то терненький, то ли какой-то светленький. Но магазин один, можете в него переходить, смотреть, очень много в нем различного трикотажа и хорошее качество обычно. Давайте мы еще посмотрим интересные находки, тоже трикотаж. Это вот такие боди трикотажные манго. Сейчас я вам про них расскажу. Эти боди я уже публиковала у себя в телеграм-канале Alivizron. Когда появляются такие находки, стараюсь сразу же максимально быстро про них рассказать, когда я нахожу такие позиции интересные у продавцов. Как вы видите, это оригинал, здесь бирочки. И даже бирочка кашемир, такая гордая здесь висит. Почему гордая? Потому что в составе здесь кашемира то ли 3%, то ли 5%, совсем чуть-чуть. 40 вискоза, 3 кашемир, 21 хлопок, 35 полиамид, 1 эластан. То есть кашемира здесь не так уж и много, но при этом бирочка кашемир присутствует. Такие позиции очень быстро заканчиваются на Алиэкспрессе. Оригинальные вещи Zara, Mango, они появляются только лишь у некоторых продавцов, которые сотрудничают с этими фабриками и имеют возможность выкупать производственные остатки. И, конечно же, я стараюсь максимально быстро это опубликовать. Поэтому, если уже закончилось, то мы просто посмотрим, какие интересные, классные позиции бывают на Алиэкспрессе, про которые рассказываю я вам. Извиняйте, если ссылки уже нет. К сожалению, всегда они в небольшом количестве. Если есть, то просто супер. По размеру это эско серый, черный тоже эско. Это бодики с глубоким вырезом. И, кстати, они у Mango были представлены, если я правильно помню, даже не в разделе одежды, а в разделе нижнего белья, в разделе, по-моему, домашней одежды. Там у них есть какой-то специальный раздел именно кашемировой. Одежда, одежда из кашемира. Ну, здесь, как мы поняли, процент кашемира просто ничтожный 3%. И, кстати, конечно же, цена на Алиэкспрессе дешевле, чем на официальном сайте Mango. Но это не текущая коллекция, это предыдущая коллекция. Мне кажется, это не очень важный момент. Дальше я взяла распаковывать брючки из искусственной кожи. Сейчас тоже про брючки из кожи вам расскажу. Так как я очень люблю осенью, зимой брюки из кожи. Обычно я носила из искусственной кожи. С Алиэкспресса у меня разные варианты есть. И хорошие, и не очень хорошие. В этом сезоне я решила, что мне нужны брюки из натуральной кожи. Я заказала их на Алиэкспрессе, я делилась ссылками, я не делала обзор отдельный на YouTube, не успела их просто распаковать. И сразу же их распаковала на дело, их уже выгуливаю. Но я оставлю ссылки в телеграм-канале Аливизрон. Посмотрите, если вы искали, потому что я считаю, что это лучшая моя покупка в этом сезоне. Возможно, я запишу видео со своими фаворитами. Тоже напишите обязательно комментарии, если вам это будет интересно. Их я точно туда включу. Но это брючки из искусственной кожи, естественно, более бюджетные, в районе полутора тысяч рублей. Бюджки из натуральной кожи мне обошлись в 11, но это тоже намного дешевле, чем представлено у нас в российских магазинах офлайн, у российских брендов. Там цены больше 50, и я была просто в шоке, когда начала этот вопрос изучать. Поэтому я рада, конечно же, что я сэкономила на Алиэкспрессе этот вариант для эко-любителей. Здесь 96 полиэстер 4 спандекс. И, на мой взгляд, неполноценная длина. Они будут коротковаты, на высокий рост не подойдут. Нужно всегда, кстати, у продавцов уточнять, могут ли они отшить побольше. Некоторые продавцы, у которых свои фабрики, которые отшивают эти позиции, они могут добавлять длину. Поэтому, кстати, в брюках из натуральной кожи, которую я заказывала, я добавляла 5-10 сантиметров длины. Разные модели, поэтому по-разному получилось. У одних 5, у других 10. Эти, мне кажется, будут короткими. Посадка у них слегка раскрешенная. Что мне нравится? Они абсолютно не пахнут. Это главный минус, почему я не люблю искусственную кожу. Они ничем не пахнут. У них резинка сзади. И приятная такая фактурная, зернистая кожа. Это тоже огромный плюс. Еще из находок из искусственной кожи мы сейчас с вами взглянем на тоже шоколадного цвета рубашку. Здесь очень красивые бирки, хороший зип-лок пакет и рубашка плотная. Здесь кожа не такая зернистая и фактурная, но тоже приятная. Она пластичная. Тоже, естественно, это искусственная кожа. Эко-кожа, как ее любят называть. Конечно же, в ней ничего экологичного нет. Но, тем не менее, пуговицы пластиковые, крупные, пришиты они хорошо, перешивать их точно не придется. И планка с пуговицами аккуратно обработана внутри. У нее материал не начес, не что-то противное синтетическое. Материал, похожий на хлопок, именно такой, который используют именно в подкладочной ткани. Я думаю, что она будет приятная. Хорошо, что вот этот слой кожи не будет контактировать с кожей. И это, конечно же, огромный плюс. И никакого вот этого ворса нет, который часто крепят тоже к изделиям из искусственной кожи, который создает дополнительный парниковый эффект. Это еще один минус искусственной кожи. Но осенью-зимой это обычно не создает дискомфорт. Мне нравится по качеству, она классная. Я, к сожалению, не помню, что это за магазин вообще был. И здесь по биркам тоже не обозначено. Просто new collection, бирки классные. По составу, конечно же, это 100% полиэстер. П.У. По качеству супер. По размеру отпишусь, потому что тут на бирке тоже, по-моему, он даже не заявлен. Элька, нет, это элька. Проверю у себя в заказах, где я это нашла. Мне нравится. Ее можно и как верхнюю одежду носить, когда еще не так холодно. Летом, в конце лета, в начале осени. Поверх какого-нибудь джемпера, свитера, белой футболки в своих базовых образах. Можно это использовать и как полноценную рубашку. Даже заправить куда-то вверх в более какой-то плотный, такой структурированный низ. Например, если брюки палацца и 100% шерсти у вас есть. У меня такие есть, кстати, я попробую даже так поносить. Думаю, что у меня это получится. Давайте посмотрим обувь. У меня есть интересные сапоги. Это фабричный магазин Fido. Нас они всегда упаковывают таким образом. Кладут вот такой пакет с ручками, так что можно будет его сохранить, использовать потом как-то повторно. Резинку для волос еще кладут в подарок. Все ботинки упаковывают в простые пыльники. Это сапоги, они средней длины, они ниже колена, они на молнии, что очень удобно. Чем они мне понравились? Тем, что они не очень массивные. Массивная обувь уже ушла из трендов, из моды. Постепенно она уходит. Эти более аккуратные, более такие элегантные. Они облегают красиво ножку. Они классно смотрятся с юбками. Они классно смотрятся с платьями. Они были доступны в двух расцветках. Светлый и черный, как у меня. По размеру идеально. 38 на мою стопу, 24. Варианты с утеплением также были представлены. Но утепление у этих продавцов всегда. Это так называемый евромех. На самом деле его мехом совсем назвать нельзя. Это просто велюр. Здесь по заднему краю идет вот такая хлопковая беечка. Тканевая, текстильная. Покажу вам это все подробно. И подошва, каблучок здесь из такой вспененной матовой резины. Она не очень тяжелая. И сапоги по весу тоже комфортные. На ножке практически не ощущаются. Сделаны очень аккуратно, без следов клея, без каких-либо там заломов. И, как мне кажется, выглядят стильно, аккуратно. Что самое главное, элегантно. Можно будет это все носить с юбками. Я такие сапоги люблю именно так стилизовать. Дальше мы посмотрим дубленку. Она в коричневом цвете. Из такого текстиля плотного, как бы под дубленную кожу сделанного. И с окантовкой, с элементами из искусственной кожи. Тоже в таком состаренном шоколадном цвете. Также идет здесь ремень-пряжка по нижнему краю. Мех искусственный. Овчинка такая кудрявая. Неаккуратные швы здесь внутри. Внутри лучше на них вообще даже не смотреть, потому что выглядит это совсем бедно. Очень много ниток торчащих. Очень много в швах каких-то вот этих вот моментов неаккуратно отрезанных швов. Но я думаю, что если вот так вот на нее смотреть, то она выглядит неплохо. Она длинная, такой байкерский стиль. Здесь много молний, много элементов металлических, контрастных. Опять же, не супер качество, но для этой цены оно нормальное. То же самое, что мы встретим в масс-маркете в офлайн-магазинах, я думаю, что точно не хуже. Нормальное качество. Не буду сильно придираться. По размеру. По размеру это где-то, наверное, М-ка. Либо М-ка, либо Л-ка. Они маломерят, поэтому я рекомендую брать побольше. В заказах я проверю, какой у меня размер. А нет, вот М. Бирку, кстати, как будто бы это даже Зара. Видите, да, ее вот так вот срезали пополам, как будто бы это оригинальная Зара. Возможно, это и оригинальное качество. Я, если честно, не знаю. В Заре тоже не всегда качество у дубленок, у верхней одежды, да и у всей одежды бывает какое-то супер хорошее. Тоже часто они косячат с качеством. Поэтому, наверное, оправданно, что на Алиэкспрессе мы видим примерно то же самое. Дальше мы посмотрим интересный костюм. Вот такой вот видовый в голубом цвете. И этот костюм состоит из жакета футболки. Здесь укороченный рукав. Здесь такие красивые пуговицы. Это Маш, да, наверное, или это Сандро. Что-то это одно из этих брендов. Размер 2 это М. Почему-то здесь бирки не стоит никакой абсолютно. Но я думаю, что это под один из этих французских брендов сделано. Подкладки у этого жакета нет. У него не очень приятный материал. Твит такой колючий. Здесь нить вшита как бы фольгированная. Видите, да, она металлическая, серебристого цвета. Она будет колоться. Поэтому нужно что-то под низ надеть. Как мне кажется, если это на голое тело надеть, то будет неприятно. Сейчас мы посмотрим юбку. Это, скорее всего, юбка шорты. По фотографиям было непонятно. Продавцы прячут эти товары, чтобы их магазины не удалили. И эти ссылки тоже не удалили. Это действительно шорты. Они обычно публикуют кусочек товара. И по этому кусочку товара я как-то примерно уже научилась представлять, понимать, что это за бренд и что это за позиция. Будет нас ждать в момент распаковки. Мне нравится, как пояс здесь обработан. Мне нравится то, что подкладка у юбки присутствует. Но она не по всей длине. В области как раз паха. Подкладки нет. Здесь тоже будет колоться. Но в любом случае, наверное, мы это носим с колготками. Так как это более такой осенний образ. Летом, я не знаю. Ну, конечно, летом тоже можно носить с голыми ножками. Но все-таки больше для осени подходит. С какими-то жакейскими сапогами. С бадфортами будет классно смотреться. По размеру, мне кажется, что юбка будет мне велика. Это тоже М. Она, кстати, застегивается на молнию потайную. И вот эти вот ремешки. Такое ощущение, что у нее съемные пуговицы. Да. Вот эти вот ремешки по бокам, они функциональны. То есть, это пуговица. Вы можете ее расстегнуть. Для того, чтобы облегчить просто надевание. Классно смотрится. Можно, кстати, это уже рассматривать даже для своих каких-то новогодних образов. Или для корпоративов. Более такой строгий образ. Но по-девичий он игривый. Костюм, но все-таки какой-то интересный. Еще, кстати, тоже у меня есть здесь костюм. И я не помню, что это такое. Когда я заказывала, сейчас мы вместе с вами посмотрим. Магазинка Косли. И это кардиган. Весь ушитый бисером и пайетками. Боже мой, какой он тяжелый. Какой он красивый. Он очень плотный. Он классно действительно сделан. Но бирок здесь нет. Это тоже под Маш или под Сандро. Точно не помню, что это, какой бренд. Пуговицы здесь. Вот такие вот кнопки. Текстилем обитые. По составу. 47 Special Row. 25 акрил, 20 нейлон, 8 шерсть. М-ка по размеру. Маломерят всегда эти бренды. Поэтому нужно брать на один размер побольше. Рукава у них тоже обычно короткие. Поэтому нужно супер аккуратно. При выборе размера смотрите, как на мне в примерке. Мои параметры закреплены, естественно, в описании под этим видео. Подплечники есть у этого кардигана. Он укороченный. Можно будет не только лишь комплектом носить. Кстати, заказать тоже можно было это отдельно. Я не помню, что здесь в комплекте юбка или шорты. Юбка. Не шорты. Юбка супер мини. Она такая интересная. Мне кажется, эту юбку я не смогу носить. Она слишком короткая. Кстати, сейчас модно юбки носить на какие-то брюки или на леггинсы. Это классный стилистический прием. Но это, наверное, слишком как-то чудаковато для моего стиля. Я вряд ли так буду носить. Но если вы больше любите экспериментировать и примерять все тренды на себя, и главное, вам есть куда это выгуливать, то вы можете именно таким образом поступить. Кстати, очень актуальны сейчас кружевные леггинсы. Они представлены у многих российских брендов в том числе. Так что можно даже с кружевными леггинсами это все попробовать сочетать. Будет именно такой трендовый образ. Просто юбка очень короткая, поэтому я тут придумываю, что бы с ней сделать. Она очень тяжелая. Мне кажется, она даже под весом будет как-то проседать и спадать вниз на бедра. Ее можно и поверх действительно чего-то попробовать носить. Но это все очень интересно. Кардиган мне нравится. Правда, кардиган супер. Даже просто с простыми какими-то драными джинсами черными, например, будет круто он смотреться, гармонировать на контрасте. Интересная вещь. Ссылка, конечно же, в описании будет вас ждать. Я надеюсь, что не закончится. Размер я посмотрю. Я не помню. По-моему, тоже это все была эмка. Юбка тоже. Идем дальше. Такой интересный пакет. Мне пришел бумажный, но при этом он плотный, непромокаемый. Внутри находится толстовка. Она в зеленом цвете. Она из материала, похожего на неопрен на ощупь. Но не такой плотный, как толстовка из неопрена, которую я вам показывала от Erziv. Это МК 73 хлопок 21 полиэстер 6 спандекс. И просто потрясающее качество. Мне очень нравится, как упаковали. Вы это все видели в момент распаковки. Это сразу же говорит о том, что вещь произведена на хорошей фабрике. И по качеству тоже она отличается от многих других, представленных на Алиэкспрессе. Приятный зеленый цвет с коричневыми контрастными элементами. Молния пластиковая, тоже в таком болотном цвете. По расцветкам был еще один представлен у этого продавца. Я не помню, то ли серый, то ли коричневый цвет. Я взяла самый интересный среди представленных. Мне кажется, что он круто смотрится. По размеру этой эмка, это я уже сказала, по качеству просто супер. Следующими мы посмотрим вот такие трикотажные джемперы. Я один подсниму на себе, но сейчас распакую, покажу вам все расцветки. По размерам это, скорее всего, все эски. И эти джемперы, они очень популярные. Я их показываю из года в год, уже не первый раз. Сейчас проверим, изменилось ли качество. Чем они хороши? Тем, что они подходят на высокий рост. У них очень длинный рукав. Он намеренно удлиненный. По-моему, я в прошлом году брала эмку, и у меня такое ощущение, что они были побольше. Хотя, может быть, просто мне так кажется. Это эска. Состав здесь на китайском языке я переведу потом. Здесь 77, 13 и 10. По-моему, даже был какой-то процент шерсти или вискозы в составе. Но они приятные на ощупь. И я уже обозначила то, что я их носила. И ношу их уже не один год, не один сезон. Мне они нравятся. Они не закатываются и ведут себя вполне нормально. Вот такой в фисташковом цвете. Кстати, такое ощущение, что он подлиннее. Хотя, это тоже эска. Поделюсь своими впечатлениями в телеграм-канале. Я на ютуб просто, наверное, не буду все расцветки снимать, потому что это слишком долго будет. Мы тут проведем 2 часа с вами, пока я примеряю одинаковые джемперы. Наверное, это не всем будет интересно. И последнее. У меня в бежевом цвете такое ощущение, что бежевый еще длиннее. Как будто бы каждый длиннее и длиннее получается. Но, может быть, мне просто кажется. Это тоже эска. Тоже хорошее, приятное качество. Приятный цвет, такой кремово-бежевый, теплый. И фисташковый тоже классный. Кстати, фисташковый отличается от того, который был в прошлом году. Самый классный – это серый. Серый мне нравится больше всего. Тонкий трикотаж, который отлично тянется. По цене в районе полутора тысяч рублей. Достаточно бюджетные варианты в хорошем качестве. Следующим я хочу посмотреть очень интересный костюм. Он такой огромный. Он весит просто 2 килограмма. Очень сушит, простите. Начинаем его распаковывать именно с джемпера. Действительно, вес ощущается. Этот костюм из стопроцентной, по-моему, шерсти. Сейчас я это проверю. 46-40 переработанная шерсть. И 20 акрил. Это фабричный Алиэкспресс. Цена здесь высокая. Этот костюм стоил в районе 10 тысяч рублей. За комплект из двух предметов сейчас брюки раскрою. 9500, по-моему, была цена на момент моего заказа. Здесь какие-то брюки странные. Они короткие очень. Они мне будут короткие на мой рост, скорее всего. Брюки у меня в М-ке. Тот же состав 46-40 переработанная. 20 акрил. У брюки есть карманы. Как я уже сказала, две расцветки коричневые, как у меня. И какой-то был более серый. Кстати, вы сможете... Я уверена, что если вы перейдете по ссылке по этому костюму, вам в этом магазине, в предложенных, покажется костюм, который я носила пару лет из этого магазина. Он тоже то ли из шерсти, то ли там был акрил. Он немножко такой скрипучий, но он очень классный. Он очень теплый. Я до сих пор его продолжаю носить. Он у меня уже пару лет. Так что тоже один из моих фаворитов. Этот, мне кажется, все-таки мне будет коротковат. И не приживется у меня в гардеробе. Здесь форма брюк странноватая. Но я, конечно же, вам его продемонстрирую. Он очень плотный. Мне кажется, что он настолько теплый, что можно будет надеть только его и больше совсем ничего. Никакую верхнюю одежду. Только легкую пуховую жилетку. И гулять в нем даже зимой, даже в минус. Ну, не факт, конечно же. Но если вы не мерзлячка, и если вы живете, например, в таком климате, когда зимой не бывает минусовой температуры, но хочется что-то такое вот интересное примерить на себя. Вот еще шарф. Есть в дополнение к этому комплекту. Он из той же пряжи сделан, та же шерсть и переработанная шерсть. Шерсть тоже очень плотный. И как костюм, мне кажется, это будет круто все смотреться вместе именно в комплекте из трех предметов. По-моему, костюм был доступен именно по одной ссылке. Нельзя было выбрать отдельно брюки и отдельно свитер. Хотя я тогда не понимаю, почему у меня М-ка в брюках. Надо будет мне, в общем, это проверить у меня в заказах. А шарф точно был по отдельной ссылке. Можно взять просто шарф. Не помню, сколько он стоил. Наверное, в районе трех тысяч. Обычно в этом магазине шарфы стоят. Но здесь классное качество всегда. И интересные такие силуэты, необычные. Дальше мы посмотрим шубку. В этом магазине очень много различных шуб. Я эту заказывала уже давненько. И потом переходила в этот магазин, смотрела, что в новинках появилось множество всяких разных. Вы наверняка знаете, если вы следите за всякими инфлюенсерами в инстаграме, за всякими модниками, что в моде в прошлом году были шубы под Рюсь длинные, такие белые с черными пятнышками. Вот в этом магазине они появились. Я, по-моему, еще пока не сделала заказ. Не уверена, что буду делать, потому что, наверное, уже не успеет. Просто до зимнего сезона, чтобы я сделала на него обзор и показала вам. Посмотрим, может быть, и сделаю обзор. В общем, очень много классных шуб в этом магазине. Естественно, из искусственного меха и супербюджетных в районе двух-трех тысяч рублей. Это короткая версия, длинные шубы тоже есть в этом магазине. Она сделана под натуральный мех, как будто бы это шуба из песца. И, кстати, у нее сделан он действительно неплохо. Этот искусственный мех похож даже по текстуре, по мягкости на натуральный. Здесь есть карманы и формат жакет. То есть, опять же, не супертеплая вещь, не очень греющая, но безумно актуально смотрится. Будет круто смотреться с трикотажными платьями, в сером цвете, в черном цвете, с какими-нибудь жакейскими сапогами или с какими-нибудь ботфортами, сапогами-трубами на каблуке. В общем, если вы хотели с таким трендом поиграться, если вы знаете, куда вы это будете носить, сможете дополнить свои образы, то почему бы и нет. Вот такая вот бюджетная шубка на Алиэкспрессе представлена. На распродаже будет намного дешевле еще, так что можно просто виш-лист пока откладывать. Еще из верхней одежды у меня есть куртка. Это для тех, кто живет в теплом климате, потому что эта куртка, конечно же, такая очень тонкая. Она даже без подкладки и без какого-либо наполнителя. Если он здесь есть, то он минимальный. Она вряд ли будет как-то греть. Но я их заказала, когда они появились. Появились они уже поздновато, конечно же, для нашего климата, для моего региона. Но тем не менее, я вам их показываю. Они водонепроницаемые. Здесь бирки оригинальные, срезанные напополам для того, чтобы это все пропустило таможня. Здесь внутри бирочкой стоит Inditex. И написано, сделано в Китае. Ну, в общем-то, там больше ничего такого интересного нет. Zaru срезают, как вы видите, с горловины. Они, опять же, появились в новой коллекции. Они каждый год появляются в магазине. Это очень популярные куртки. Стеганные, короткие. Они в разных форматах представлены. Я вам сделаю еще больше обзоров в телеграм-канале оливизрон в ближайшее время на подобные куртки. Поэтому обязательно перейдите. Посмотрите, кто искал. Они есть на Алиэкспрессе. Следующий пакет вот такой объемный. Это жакет из фабричного магазина, из плотной ткани. Очень классно сделан на первый взгляд. Сейчас мы посмотрим, все изучим. Внутри подкладка в тон. Есть даже карман внутренний. По размеру эско две пуговицы в комплекте. По составу 76 полиэстер 19 вискоза 5 спандекс. Очень плотная, фактурная ткань. Она матовая. Она будет классно держать форму. Я уверена, что она не будет сильно мяться. Есть подплечники. Как мне кажется, это идеальный черный блейзер на осенний сезон. Его можно будет надеть и на голое тело, так как здесь не очень глубокий вырез. И три пуговицы можно полностью застегнуть. И его можно будет носить, естественно, как жакет поверх чего-то, поверх топа майки, футболки и так далее. Просто базовый черный жакет, конечно же. Но я не буду говорить, что должен у всех быть в гардеробе. Вы сами вправе решать, что должно быть у вас в гардеробе, а чего не должно быть. Но меня черный жакет всегда выручает. Я давно на Алиэкспрессе не находила чего-то классного. Среди черных жакетов вот этот точно супер. И он 100% приживется в моем гардеробе. Когда не знаешь, что надеть, хочется выглядеть более элегантно, более как-то изящно, стильно. Черный жакет выручает всегда. Даже если на те просто черные брюки водолазка, неважно какого цвета. Черный жакет или просто джинсы. И черный жакет уже повышает градус интересности вашего образа. Дальше мы распаковываем обувь. И у меня будут брендовые находки. Обувь из фабричного. Beauty Today. Здесь, как всегда, полустельки комплект в подарок. Флисовые желтые пыльники. И коробка. Все это присутствует. Это зимние ботинки. Здесь мех внутри. Сейчас мы посмотрим, по-моему, он был искусственный плюш. И вот это, скорее всего, окантовка из овчина. Внутри, да, плюш на ощупь. Стоит там бирочка Beauty Today. По размеру 38. Это 24. Мне идеально. Я их уже успела примерить. Уже их публиковала у себя в Телеграм-канале. Был на них промокод. Так что можно было сэкономить. Следите обязательно за обновлениями в Телеграм-канале. Промокоды я туда опубликую быстрее всего. Если сейчас будет действовать, ну, я думаю, что пока не будет. Будет точно на распродаже промокод еще. Так что следите. Сейчас без промокода, но тем не менее. Качество у них классное. У них высокая резиновая подошва. Они, кстати, не тяжелые. Единственный момент, который может смущать вас, и немножечко смущает и меня, то, что они низкие. И в них может просто снег внутрь забиваться. Я их еще не пробовала, не носила на улице. У меня есть несколько зимних ботинок от Beauty Today, которые я ношу несколько сезонов, несколько зим подряд. И я не уверена, что эти я буду носить зимой, потому что просто у меня есть другие варианты. Но как они сделаны, мне нравятся. Они, опять же, аккуратные, они слишком массивные. У них такая форма лоферов. Немножечко отсылает к известному бренду вот эти вот декоративные элементы. Все поняли, какому. И вот эта вот окантовочка меховая по контуру. Но при этом здесь более практичная подошва, так как она высокая, она резиновая, она прекрасно гнется. И, конечно же, она будет сохранять тепло. И она ребристая, она не будет скользящей. Единственный момент, что они низкие, так что для каких-то супервысоких сугробов не подойдут. Но какой-нибудь трикотажный костюм, даже вот тот шерстяной, который я вам показала, если он вам по длине хорошо, этот момент он перекроет. Любой трикотажный костюм полноценной длины. Будет прекрасный, уютный, хороший образ. Расцветки были, кстати, разные. Дальше мы посмотрим вот такие сапожки. Они мне пришли в коробке фирменной. И это тоже тот вариант, который можно будет носить с укороченными брючками. Если у вас есть такие в вашем гардеробе, вы не знаете, как их приспособить, какую обувь с ними носить, то сапоги-чулки или даже вот такие уги-чулки это то, что выручит вас такими короткими брючками. Эти на молнии. У них верх тоже как бы из неопрена сделан. Я надеюсь, что он будет плотненько облегать, потому что именно вот такой красивый, изящный силуэт с подчеркнутой тоненькой щиколоткой создается благодаря правильному облеганию. Если неправильно облегаю, то уже смотрится не очень аккуратно. Но мы это примерим и посмотрим. По качеству неплохо. Единственное, что только помялось, еще я тут 11 лет от клея увидела в стыке подошвы. И основание ботинка. Мне это тоже не нравится, но я вам подсниму, покажу. Это не значит, что у всех так будет. Может быть, мне так не повезло просто. Внутри, естественно, толстый слой меха и очень массивная платформа. Она по всей поверхности ботинка идет. На самом деле, мне платформа в угах не очень нравится. Я не могу себя заставить их носить. Это круто смотрится, это актуально, это трендово. Но мне неудобно почему-то в них. Я не знаю, сколько я окне примеряла, и не важно, они оригинальные или с Алиэкспресса, или вообще от других брендов каких-то. Мне неудобно с такой платформой. Но вы смотрите по себе. Возможно, вы имели возможность уже примерить в каких-то других магазинах. Они сейчас много где представлены. Поэтому можно этот тренд примерить на себя. Они достаточно массивные именно в основании. Я надеюсь, что все-таки они будут удобные, потому что как смотрятся они, мне нравятся. И у меня много укороченных брючек. Это практично, потому что они не пачкаются. У меня есть трикотажные брючки укороченные, у меня есть джинсы укороченные, которые я тоже ношу именно зимой, с более высокими ботинками. И вот с такими уголями тоже будет классно смотреться. У меня вот как раз в белом цвете такие джинсы, практически капри. И я думаю, что с ними будет круто. Но по качеству, правда, есть нюансы. Упаковка классная. Но вот здесь даже есть какая-то дырочка или это черная... Нет, это черная нить в области носочка. Я думаю, что ее можно, кстати, аккуратненько подцепить и убрать. Есть клей. Я вам подсниму. Качество не идеальное, но это новинка, которую тяжело найти. Поэтому вот, делюсь ссылкой. Дальше мы посмотрим супертрендовую обувь. Я тоже не уверена, что я это смогу приспособить в свой гардероб, но я обязана вам этот тренд показать. И я заказывала такие трендовые ботинки и у других магазинов на Алиэкспрессе, у фабричных без брендингов. Поэтому тоже вам скоро покажу другие варианты. Но сегодня мы посмотрим вот такой в красивой розовой коробке, огромной. Здесь полный комплект. И пакет есть. И бумага фирменная. И вы уже все поняли, что это за сапоги. Точно такие же есть в магазинах небрендовых на Алиэкспрессе. Но, естественно, они будут без брендинга, просто с таким же дизайном. Так что мы с вами тоже их изучим попозже. Они мне еще не успели прийти. Здесь состаренный коричневый цвет, как бы уже побитые сапожки, мотоциклетные. Это такой активный тренд. Сейчас все в них ходят. Если вы любите в тренды в такие играться, то вот, успевайте. Потому что он быстротечный, явно он не останется надолго с нами. Поэтому нужно успевать носить это сейчас. Потом это уже будет антитрендом и слишком изъезженным. Если это, конечно же, не является основой вашего стиля. Если вы это не носите всю свою жизнь. И у вас гардероб полностью соответствует тому, чтобы носить вот такие сапожки. Я вам обязательно покажу и на экране закреплю образы для вашего вдохновения, с чем актуально такие сапожки носить. По качеству они очень аккуратно сделаны. И меня это радует. Здесь брендинг есть на каждой пряжке абсолютно. И у них материал не то, чтобы похож, конечно, на натуральную кожу. Внутри натуральная кожа 100%, но сверху он как будто бы прорезиненный. Они даже похожи на резиновые сапоги. По тому, что здесь тоже резиновая, она отлично гнется. По качеству они правда хорошие. Если вы искали такие сапожки, то вот есть у брендового продавца. Они в новинках. Кстати, я к ним сразу же заказала носки-гольфы. Это сейчас тоже актуально. Актуально носить такие сапоги именно с выступающими из них какими-нибудь шерстяными плотными носками. Вот эти, мне кажется, не очень плотные, не очень высокие. Здесь также есть логотипчик. Кстати, его можно срезать, если он вам не нравится. Но вообще вся фишка только в нем. Он в стразах. Они у меня в черном цвете, по-моему, были еще серые и белые. Кажутся маленькими, если честно. Сейчас я размер посмотрю. Нет, тут размера. Скорее всего, это 38. Но я подробный пост, естественно, прикреплю, опубликую. Вернее, в телеграм-канале Левизрон. Вот так вот это будет классно смотреться. Сюда нужны более плотные носки, прям вот шерстяные. Они тоже есть у этого бренда, но у этого продавца я их не нашла. Надо будет поискать на Алиэкспрессе. Может быть, что-то найду другое. Последнее, что у меня есть сегодня, это перчатки. Первые перчатки в красной коробке. Они из кожи, с небольшим таким мини-логотипом. Не слишком обязывающие к чему-то, какому-то определенному стайлингу. Не слишком кричащие. С маленькой буковкой В. По размеру, кстати, я не помню, были ли здесь варианты. Я уточню этот момент у продавца. Мне они по размеру хорошо. Просто идеально сели. И по качеству они хорошие, аккуратные. Внутри есть ворс, вирочка присутствуют. То есть они утепленные. Вот так вот, хорошие перчатки. Не сильно они облегают, кстати, но мне это даже больше нравится. Вторые перчатки в белой коробке. Они у меня, по-моему, в коричневом цвете. Внутри еще полиэтиленовый пакет. Цвет здесь, на самом деле, даже не коричневый. Он какой-то фиолетовый получился. Тяжело мне иногда цвета выбирать у этих продавцов. Конечно же, там ничего не понятно. Вот так вот они смотрятся. Кстати, они плотнее сидят. И они такие прям удобные, хорошо так облегают. И здесь вот эта фирменная эмблема в бронзовом цвете. Также выглядит достаточно аккуратно. Она прибита на кнопочки. По бокам есть еще вот такие вот элементы. Рельефные. И сборочка. Я уверена, что здесь должны быть размеры. Потому что эти перчатки, конечно же, не подойдут на более крупную руку. Они вот на мой размер просто идеальны. Но так они по качеству хорошие. Баклажанный такой цвет интересный. На самом деле, даже лучше, чем коричневый. Мне понравился. У нас получилась, как всегда, интересная распаковка. Все ссылки я оставила в описании под этим видео. Также то, что на мне было в момент распаковки. Белый костюм, который на мне, он тоже из новинок. Тоже оставлю ссылку на него в описании. Он мне понравился. Он действительно классный. Но, конечно же, он летний, хоть и в новой коллекции. Обязательно ставьте лайк моему видео. Мне будет очень приятно. Проверьте подписку на мой канал, если все еще не подписаны. Впереди у нас множество распродаж. Самая крупная распродажа года 11-11 на Алиэкспрессе. Конечно же, мы будем активно с вами готовиться. И видео будет еще больше. Так что обязательно поставьте уведомление. Нажмите на колокольчик. И выберите обязательно пункт, чтобы присылали все уведомления о видео на канале. Спасибо всем за просмотр. Всем, кто поддерживает мои видео. До скорых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok